О, распродажа. Ну какая же модница удержится от покупки модного лука, да еще и со скидкой 50%. Вот и Елена подбирает себе кофточку с витрины распродажи, а потом еще одну и еще одну. Шопинг помогает расслабиться в повседневной жизни, среди нашей работы, суеты. Всегда приятно порадовать себя новой вещью. Радость от новой вещи может быть недолгой, говорят психологи. Уже дома шопоголик понимает, купленная сумочка или кофта уже пятая такая в его гардеробе. Здесь самое главное вовремя обратить на это внимание и как-то помочь человеку. Главное, чтобы человек сам осознал это, что ему нужна помощь. Психологи выделяют три вида зависимости от покупок. Спонтанный шопоголик никогда не пройдет мимо распродажи. Шопоголик осознанно покупает вещи, чтобы снять стресс. Целеустремленный шопоголик такой не ведает, что творит. Он затрудняется сказать, на что и где он умудрился потратить все деньги. И как ему теперь жить три недели до следующей зарплаты. Выбрала юбку и блузку. Еще пару лет назад, наверное, я бы скупила все, что выбрала с собой в примерочную. Но сейчас кризис носит свои коррективы, и поэтому приходится покупать то, что необходимо. Существует несколько правил, которые помогут сэкономить вам семейный бюджет в продуктовом магазине. Правило первое. Никогда не ходите в магазин голодным. И тогда в вашей корзине не появятся лишние продукты, которые так и манят своим аппетитным видом с полок. Правило второе. И, пожалуй, самое важное. Обязательно составьте список перед походом в магазин и покупайте продукты строго по нему. Правило третье. Не берите с собой в магазин много денег. Тогда потратить больше, чем у вас есть, точно не получится. Желательно не пользоваться кредитными картами, соответственно, дебетовыми картами, так как в сознании цифровые деньги не воспринимаются как деньги. При любой покупке работает правило «семь раз отмерь, один отрежь». А во время кризиса повторять эту мантру желательно несколько раз в день. Дарья Макаровская, Артем Мудников, Евгений Пуговкин. Для РТВ.